Сегодня мир потрясла новость, что на Украине процветают секретные тюрьмы, в которых заключенных пытают. Опубликован доклад двух международных правозащитных организаций, с которого следует, что на секретных объектах могут держать несколько десятков человек. Надо понимать, что узники нигде не числятся, к ним не допускают вообще никого и могут запросто выбивать нужные сведения силой. Киев с докладом ознакомился, тут же опроверг существование тайных тюрем, но в тот же день отпустил часть узников. Всех их держала в заточении Харьковская СБУ. Освобождение 13 человек, которых держали в Харьковской СБУ, это замечательная новость. Но официально ни факт их задержания, ни факт освобождения так и не признано. Как не признано и существование самой проблемы насильственных исчезновений со стороны СБУ. Упорное отрицание СБУ насильственных исчезновений способствует формированию атмосферы беззакония и устойчивому сохранению безнаказанности за грубые нарушения прав человека. В списке освобожденных есть даже женщины. Все эти люди когда-то вышли из дома и не вернулись, числились пропавшими без вести. При освобождении охранники выдали им по 10 долларов на транспортные расходы, как они сказали. Один из освобожденных рассказал, что за два года, что он провел в тюрьме, его трижды переводили на разные объекты, чтобы скрыть факт задержания от независимых наблюдателей. В секретной тюрьме могут оставаться еще как минимум 5 человек, в том числе двое граждан нашей страны. Правозащитники очень обеспокоены их судьбой, вот правда они не требуют освободить арестантов. Они просят главного военного прокурора Украины обеспечить узникам безопасность и оградить их от притеснений и запугиваний со стороны украинских силовиков. Эксперты говорят, что освобождение 13 человек – это внутриполитические игры Киева. Порошенко хочет показать, что он человек, который, во-первых, контролирует ситуацию на территории Украины. Именно поэтому он проводит операции против отдельных, рядовых, хочу заметить, членов, как правило, территориальных и добровольческих батальонов. То есть он как бы наводит порядок. И это должно приветствоваться на Западе. Но это делается не потому, что он стал заботиться о собственных гражданах. Это используется ему для борьбы с Арсеном Аваковым, министром внутренних дел. И вот в рамках вот этой борьбы, я так полагаю, что людей освобождают. Чтобы потом, по-видимому, постараться свалить на то, что во всем виноват был Арсен Аваков, а не служб безопасности Украины. Кроме этого, ведь СБУ имеет тюрьмы не только в Харькове. А есть еще правый сектор, есть люди, которые держатся вне сердца внутренних дел в различного рода тюрьмах незаконно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы этот процесс нашел свое продолжение. И вот теперь о россиянах, которых Киев держит в секретных тюрьмах. Личность одного из них установлена. МИД России сообщил, что это Владимир Безобразов. Он был арестован, только вдумайтесь, во время отдыха с семьей в Одесской области. Было это два года назад. Наши дипломаты не могут установить связь с ним. Киев этого просто не дает сделать. О местоположении мужчины также ничего не известно. Владимир Безобразов стал одним из тех, кого задержали за то, что он носил не ту ленточку и ходил не на те митинги. Россиянина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Киев осудил Безобразова на три года. Но теперь появилась надежда, что россиян можно будет, если не вызволить, то хотя бы установить их местоположение.